Добрый вечер друзья! Светлана зачитывает вопрос. Меня зовут Алексей, я из Харькова. А дилемма у меня вот какая. Постараюсь кратко. Нехватка времени. Работаю допоздна. Выходные тоже заботы и хлопоты постоянно. Они у меня среди недели. Приходится съесть с ребенком, пока жена на работе. Свободное время есть только вечером. С 22-30 и до. Да, знакомо. Занимаюсь английским, пытаюсь учить тестирование. Но понимаю, что для нормального обучения нужно уделять больше времени и английскому, и тестированию. Иногда просто нет сил физически после работы что-то учить. Это получается замкнутый круг какой-то. А еще и семье же надо время уделять. Про бабушек и дедушек я вообще молчу. Сменил работу. Вроде больше времени стало. Научиться на работе невозможно нормально. Так и денег не заработаю. И научиться толком не смогу. Кто-то скажет, было бы желание. Да оно-то есть, но силы времени нет. Ночью сидеть тоже не вариант. На работе я должен быть как огурчик, чтобы денежки зарабатывать. Дело-то движется, то уж очень медленно. А, дело-то движется, но уж очень медленно. Вот и вспоминаю мамины слова. Учись, пока есть возможность. Была возможность, не было желания. А сейчас наоборот. Может, вы дадите дельный совет, как это время-то найти? Или, может, нужно свои силы направить более узкую специфику по изучению тестирования английского? Думаю, такая проблема не у одного меня. Надеюсь, прочтете мое письмо и снимете видео. Я ранее благодарю. Безусловно, проблема такая не у него одного. И я много писем получаю. Знаешь, и мальчики, и девочки пишут. Ребята, которые зарабатывают как-то, в общем, нормально. Но у них вопрос такой, что я, кроме зарабатывания, у меня уже ни на что нет сил, потому что, ну, просто вымотан, да? И если так просто-то было, значит, человек свои ресурсы, а они у него ограничены, каким-то образом оптимизирует, значит, безусловно, если он ничего не будет делать, оно так и останется, как есть. То есть, если проблема возникла, да, а он ее сформулировал, в общем-то, значит, нужно какое-то действие, иначе ничего не изменится. Значит, какое действие? Мы же не знаем там его конкретные ситуации, но, что тут сказать, конечно, если у него единственное время, это после, там, 10.30, я вам скажу так. Есть люди, которые умудряются по ночам, там, допустим, я, например, поздняя птица, я с 10.30 до 2, например. Моги, если ночью, у него не вариант. Да, ну, не вариант. Ну, я просто говорю, что у меня, например, такое время, оно вполне продуктивное. Есть люди, у которых не вариант, они должны выспаться, прийти на работу, может, он 5 часов встает, мы не знаем. Но... Я думаю, что в такой ситуации, когда времени совсем нет, может быть, ребенок маленький еще, да, и, конечно, маленький ребенок требует большего вовлечения, вот, может быть, там у жены какая-то работа. То есть, эти все вопросы, они решаются тем, что нужно составить некоторые планы, график, да? Да, и когда в этом плане и графике создаются какие-то приоритеты, ну, когда семья решает какие-то вопросы совместно и расставляются приоритетные направления, то семья, как ячейка, может это время найти и спланировать. То есть, например, жена где-то поддержит, для того, чтобы вам высвободить время, чтобы вы могли там сходить в библиотеку, там, куда-то позаниматься и так далее. А одному сложно, если вы так на себя все валите, вот и тут, и тут, и тут, и тут, и все вопросы одинаковые. Ну, я очень согласен со Светланой в том плане, что есть все-таки такой ресурс, как супруга. И если супруга разделяет с вами вот эту цель, да, то она готова там на себя, может быть, взять больше чего-то и так далее. Ну, кроме того, вместе с супругой эти вопросы решаются в том смысле, что вы, как семья, определите, вот на это стоит тратить больше времени, да, а вот здесь вот можно немножко подружаться. И это единственный путь, другого просто нету. Да. Тяжело, конечно. Конечно, я хочу сказать, что у меня тоже времени не хватает катастрофически, при том, что вроде бы я достаточно свободный человек, и у меня времени больше, чем, может быть, у такого нормального, среднего человека. Но мне тоже не хватает на самые главные вещи, которые мне вот, ну... Ну, это вопрос приоритета, что есть главные, что есть ресурсмены. Ну, это правда, это правда. Как только ты скажешь, вот эта вещь главнее, у тебя сразу найдется для нее время, а вот эту можно отложить. Ну, я согласен, но у меня получается, что живые люди, которые вокруг меня, вот студенты, в частности, сотрудники и так далее, они имеют первый приоритет, потому что я не могу чем-то заниматься, когда стоит человек в двери и ждет, чтобы ему там помогли. Понимаешь, я так тоже не могу, поэтому всякий раз, когда я в офисе, так я уже ничем вообще заниматься не могу. Вообще ничем. Давай, что мы скажем молодому человеку на прощание? Ну, почему вы сказали уже все? То есть, наша рецепция стоит в том, чтобы они с супругой бы сели, я бы сказал так, если они с женой договорятся о перспективах и у них как бы общее понимание этих перспектив, то они найдут как вместе перераспределить ресурсы, чтобы освободить ему какое-то окошечко для этого дела. Ну да, вопросы планирования, они должны совместно решаться. К сожалению, нет такого универсального рецепта. Можно, конечно, сказать, что постарайтесь там, скажем, улучшить качество сна. Тогда вам нужно будет меньше времени для сна. Ну вот, понимаешь, да, вот да. На самом деле нужно работать, да, энергетические практики делать, работать больше энергии, но это уже из другой оперы. Не совсем из другой оперы. Да, ну что же, вот так, чтобы не залезая в энергетические практики и матрасы с магнитами, значит, мы посоветовали молодому человеку с женой этот вопрос обсудить. Счастливо! Правда. 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 Т Dassle